так друзья небольшой фильм и так что вы имеем мы имеем штучное изделие это я так называю 1 двухлетние саженцы который выращивает мой ученик сергей железов академик однолетний академии двухлетний у них особая кара кстати смотрите чтобы навсегда после зимы осенью у них все карать вроде одинаковая ну например вот такая вот видите абрикос какой именно сорт я не знаю вот сергей знает он его готовит к подправке поедет красноярск и увезет в багажнике очередному клиенту вот ну а мы садоводы нам надо что знать что вот это двухлетний саженец сильно обрезанный вот в горшке и в таком виде он будет высажен и никогда не умрет я надеюсь что не умрет если вы не создать для этого специального условия но о том как садить саженцы вы уже знаете помните вот точно так же вот этот саженец он был здесь посажен уже привитым как он развивался кстати вот это видите это была слива она прожила 30 лет и пришлось убрать на ней появились грибы и трутовики сергей говорит ну уберем ее уберем насколько там на ней грибы торчат как это хоть бери срезай да в суп вот ну конце концов я не выдержал спилил отступил сюда и сюда вообще по правилам надо было садить здесь семечка культуры так как слива тоже косточка к тому же она еще и родственница абрикосов ну ладно все таки мне абрикосы были нужнее и тогда я посадил их 1 2 3 4 ну и там еще с десяток и так это молодежь вот ее правильная посадка здесь она практически неубиваемых неубиваемые на этом холме сейчас весна абсолютно ну давайте проверим цветочные почки давайте дело в том что цветочные почки должны отвалиться если вот в это время если их трогать смотрите хотя их трогать вообще они должны они даже от дыхания отваливаются настолько если бы они были мертвы и так цветочные почки и ну и ростовые центральная это ростовая где мой палец центральная это ростовая а спаков это цветочные и так дожили еще сейчас урожай я не гарантирую этого дерева и вот этого и вот тех абрикосов почему вот помню 9 мая цветение а а сегодня только 23 23 апреля а 9 мая во время цветения было мороз и остался без урожая еще меду еще 40 сантиметров снега плюс 10 градусов мороза так что еще не гарантия но вот нам раньше все было абрикосах поэтому по моим прогнозам этот год абрикосы сумасшедшим урожаем вот смотрите видите амур может вы помните может вы не помните знаете что именно эти самые урожайки фотографии может видели ну где-то между двадцатью тридцатью ведрами он не ветеран это где-то лет пятнадцать вот примерно и тогда ждать в этом году снова такого рожая у меня как-то язык не поворачивается честно скажу даже язык не поворачивается ладно посмотрели мы на это дело увидели что я еще пытаюсь его перепривить вот удачная прививка видите какой-то из новых сортов вот он ну в принципе мы это все проходили давайте теперь так вернемся к теме продажных саженцев ну согласитесь что если бы сергей а еще раз это штучное изделие если бы он то что как на рынке было такое привез его бы послали и потребовали бы вернуть ему деньги это было бы но за такие вот еще ни одного случая чтобы возвращать деньги пришлось пока еще такого не было вот это и штучное изделие теперь поговорим о рыночных саженцев я сейчас сяду вот после этого все они первое тепло я наконец-то в нем видите даже без шапки сейчас я положу как хочу вот этот самый примере и поговорим с вами может вот так сейчас я смотрю видно будет меня так смотрим во первых идет и запись не вижу ага запись идет так где теперь моя ладонь грязная у нас рабочие руки с мозолями видите так так вот нет никого рядом чтобы сказать видно будет мою физиономию не видно но будем надеяться что видно не более что она не такая наглая опереть против всей науки это же умудриться надо вначале стеснялся потом стесняться перестал потом начал злиться вот что там с ума посходили ребята мы говорим сейчас я об этом еще и завтра на вебинаре скажу но сегодня мы будем говорить о местечковых проблемах а местечковые проблемы такие итак местное телевидение мужик секатором стоит возле дерева достаточно молодое вот где то на наших глазах он его искалечил резал резал с такой ненавистью было к этим веткам невероятно а потом я уже с этим смирился их против меня тысячи я не понимаю еще тысячи это стало модой вот с тех пор когда появилась монетизация интернета то есть люди зарабатывая просмотры лайки бросались во все угодно кто показывал голову задницу знаете об этом да кто показывал кто что лишь бы только посмотри были вот а кто просто перебирал в старых этих материалов все считаю что у дерева много лишних веток что оно неправильно ни одно правильное дерево нет к любому я уже видел таких роликов сотни а видел только малую часть набери обрезка и вот они тысячи и все про то как деревья неправильно и знаете что под конец этот человек еще сделал сказать он открыл рот и сказал следующее а раны были вот от таких ну как на этот как он называется раны на ну величина ногти вот площадь ногти да вот таких вот что он сказал одно время ну ладно забывает замазать или забывает сказать что замазать или подразумевается что просто подразумевается потом человек возьмет это там краску может масляную такую густую как я советую два-три слоя как бы само собой нет он специально сказал не вздумайте замазывать садовым варом вы все сидите как я вы держитесь за стулья я еле удержался когда это услышал по телевизору местный канал он сказал что замазывать раны специально нельзя надо так их и оставлять и только в этом случае они зарастут я схватился за голову боже ты мой я железо сделал сотни срезов вот у меня вот жалко далеко показать еще опять распила 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 через раны ни один не заживает никогда везде туда попадает мороз умертвляет холод попадает умертвляет клетки а за ним уже по мертвым клеткам по трупам мертвых клеток пошли грибы вот это дальше та же глупость что теперь будем бороться с грибами трутовика достанет из центра дерева только топор вот сожгете трутовик вместе с деревом мертвым мертвым вот тогда избавитесь от трутовика глупость несусветная творится везде как можно было тысячи людей слышали наши с вами хакасия родина есть такое выражение было остапа бендера россия родина слонов у нас слоны не водятся но мы были первые в садоводстве десять двадцать лет первые по всей россии хакасия юг красотского края минусинский район бейский район куда входит саянагоз вот и сам абакан с пригородами вот это называется все вместе что я перечислил называется минусинская котловина вот вот где бы еще такое место было мы сошли с ума тысячи садоводов завезли прививали испытывали обогнали науку лет на сто подчеркиваю лет на сто обогнали науку а потом нас начали учить и вот последний учитель вот он свеженький вот он телевидение вот оно место не вздумайте замазывать раны их и делать то не надо было все что я смотрел ни одна ветка которую он отрезал якобы лишняя не должна была быть отрезана она и так была жиденькая яблоня что там было резать то это что ее и так это пожалеть надо было вот это я и хотел сказать теперь о рыночных отношениях значит когда то опять я это третий раз говорю по местному уже телевидению я еще раз о местечковых проблемах но умножьте на 90 с чем-то регионов и тогда все будет правильно под Норильском я еще ребенком дачу нашел пусть там не выращивали никаких плодовых деревьев но редиску выращивали вот редиску выращивали под Норильском и везде теперь хотят иметь дачу у меня идут письма сургута север Сахаринской области это это же это же так называемая лесотундра и оттуда пришлите Архангельск это Белая Ночь Мурманск Белая Ночь Карелия Белая Ночь вот север Ярославская область там этот самый север брать ой все 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 чуть ли не это ханты-мансийские мои персики растут и абрикосы вот а это при поляре вот это все может быть если самим выращивать что творится телевидение включаю два года три года назад прошло ведущая с улыбкой вот обращается к очередному чиновнику из надзорных органов не знаю каких вот это могут могло быть и санитарный надзор мог быть этот самый этот самый этот самый еще несколько из надзоров чиновники есть вот скажите почему у нас завалено этим южными саженцами а мы не имеем права отказать ну тогда люди должны просто знать правду что не так не такой должен быть разговор мы не имеем права отказать потом нет продолжение было какое продолжение следующее значит наши саженцы местных производителей отличить вы можете только потому что они извините я одним словом все что она наговорила одним словом они херовенькие и мелкие а эти красавцы импортные вы их не берите я бы сейчас показал это Железовские мы тоже можем делать красавцы только откуда я об этом знать и вот это ее ответ и главное что мы не имеем права запретить если мы имеем право запретить то меня один раз уже приглашали есть такой есть такой Инин если уже начинаю забывать вот известнейший авторитетнейший абаканский агроном профессионал вот четырежды повторяли его передачи на местном теле четырежды где он проклинал эти самые привозные саженцы и правильно делал южные и говорил что нет это самое ну никто его не послушал никто после этого не запретил об этом надо говорить каждый день каждый день каждый день вот от них все что надо от южных ладно нельзя запрещать ну покажи документы сейчас пару слов скажу три года назад четыре на Саиногорском рынке я подошел к нерусскому товарищу ну лицо среднеазиатское примерно вот так сказать не совсем русское вот я говорю пожалуйста я хочу посмотреть откуда вы предвеседатель причем я сразу уговорился не будет никакого разоблачения ничего я не собираюсь вас подставлять я не собираюсь высловить вам надо деньги зарабатывать вот тем не менее напугался парень сейчас перетрем тему заходим мы в палатку значит достает документ есть у меня документы он все таки боялся что я действительно не просто любопытствующий без всяких прав а настоящий проверяющий вот и вот показывают мне документы у него нашлось пятилетней давности справка или сертификат не помню где было написано название сорта какая то яблони количество одна одна вот дата пятилетней давности вот и с этим документом он привез очередную партию ну естественно откуда я был в Таджикистане в я был в Таджикистане в командировке это был еще давно когда мы завод пускали это 85-й год примерно да 85-й год вот это было я был там январе феврале самая зима значит один раз выпал снег один раз вот там часто проходил мимо этого был открытый бассейн открытый вот на нем не замерзшая вода вообще не замерзшая вода феврале в январе феврале даже льда не было вот там Таджикистан рядом горы такие красивые массивные горы все в снегу но это горы вот все что я запомнил прошло много лет примерно 5 лет назад я уже тут привозил пример годами путаясь там было следующее значит двадцатеградусные морозы было сказано огромные потери и в урожаях и в этих самых и просто в садах в этих промышленных огромные потери были это допустим пять лет назад двадцатеградусные морозы куда саженцы везут это можно рассказать ну уже так и называют узбекская мафия это привозят туда огромными фурами вот все это расползается по всему региону по всему региону цены уже не маленькие уже ориентируйтесь на тысячу рублей если хотите их купить и выбросить купить а потом ориентируйтесь на тысячу рублей вот потому что годы идут и инфляция и цены растут неважно это вероятность вырастить с южного невозможно вот ну и наверное последний факт и так Сергей Железов видели саженцы мы с ним дураки не похоже а зачем он тогда купил четыре саженца персика вот в поселке Сизая с рук купил вот вот зачем ну и вебинар завтра понедельник двадцать четвертого я покажу фотографии этих же самых они уже сейчас четыре саженца где у меня сидят у нас Сергей птиплицы сильнейшая обрезка вот ветки полусухие а мы же тоже фанатики нам надо ухватить звер птицу пусть саженцы были полудохлые вот пусть верхушки сухие совершенно я потом покажу фотографии вот дальше практически отрезали все оставил вот вот такой толщины двухлетка вот такой вот такой толщины оставили вот на столько и все больше ничего одни пеньки это для того чтобы хоть что-то пошло а главное еще раз для чего купили тут хотя бы шансов 50 на 50 все таки может оживет вот отрезанные черенки будем вымачивать будем прививать потому что где нам еще достать настоящие саженцы редких сортов что им теплицы сделаются а прививать я буду уже в саду но выращивать буду в наклонной форме и на зиму укрывать по типу Чернобаева привез целый этот самый веток как лапника и кладет на бок сразу и формирует чтобы не ломались даже привиты чтоб не ломались с весны до осени формирует уклонной формы потом лапником засыпает за это закидывает а потом сверху какой-то материал надо спросить какой вот все вот это вот зимовка персиков есть немерено косточки я его косточки продаю почему я до сих пор из принципа как говорил райкин как райкин из принципа из принципа и вот железу из принципа ни хрена не укрывал то есть урожай то нет урожая вот у меня весь урожай был сотня косточек в прошлом году позор такой позор в неукрытом виде это наоборот сенсация что хоть сотня есть а он укрывал он мне штук их 300 или 500 дал на продажу вот я от его имени их продал вот ну а че мы не богатые люди а косточки цены не имеют вообще цены не имеют вот я продавал их когда-то по 30 рублей потом уже по 50 а под весну уже продавал косточки которые в этот момент оставались уже по 100 рублей и все равно не хватило почему потому что продавал я уже неукрытых персиков хасанского минусинского которая вырастил уже последнюю партию пришла в Брянск видите как когда-то попала в Брянск на 5-й год сумасшедший урожай вот сколько 820 штук вот так вот 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 такие дела а рынок процветает все что купят понятия не имеют что невозможно вырастить уже ну были бы они настоящие сибирские но нельзя садить двухметровый саженец вот с такими корнями не отрезав хотя бы половину кроны ну те которые приводят с юга даже не половину где-то 3 четверти надо отрезать ладно я потом когда закончу я зайду в теплицу где Сергей посадил аста вот эти вот огрызки их можно назвать именно этих самых персиков а может быть еще один небольшой маленький фильм с ним но с чем бы закончить какая а обращайтесь в правительство Хакасии сколько у них скандал за скандалом о чем угодно но для людей дела нет вынут из наших карманов только из небогатой Хакасии вы знаете какая она у нас я не правильно сказал я вас обманул сказал что она не богатая нет она богатая и нищая одновременно это все как в России полагается богатая и нищая у людей из кармана миллионы рублей вынимают караул и никому дела нет правительство Хакасии обращают Красноярского края Минусинска это что там это Минусинск уже за это за речкой Минусинск уже Красноярский край а там что проблем нет там гигантские эти дачные массивы где что с яблонями как мы доигрались а с этим с импортом привезли нам неведомую болезнь бактериальную я железом говорю не врите вы те кто экспертизу проводил что грибы виноваты грибы не съели ни одного дерева ни одной клетки ни одной почки вот на них напрасно возводят бактериальная болезнь сотни тысяч а может миллионы яблонь то исчезли все Саиногорск центр садоводства России перешел Саиногорск яблони по 20-30 по 40 ведер давали отборных яблок только сотни моих саженцев за эти годы дали как вспомню эти жигулевские и мелбы и прочее и что чем дело кончилось уничтожено все и что и даже причину не могли сказать что причина само собой импортные саженцы привезли болезнь там они может и не болели там а здесь наши заболели вы же знаете эти классические примеры вы знаете что такое эпидемия вы знаете как исчезло население индейцы исчезли в этом самом на островах на благодатнейших в Америке как жили себе жили им привезли сифилис им привезли эту самую им привезли тиф и холеру вот и все и вот наши же уже столько сил было потрачено десятки лет работы мы это мы буквально жили этим привезли болезнь но это причина но и повод можно было когда проанализировать это обратиться к специалистам к тому же Енину или Железову извините что я себя специалистом назвал мы бы объяснили по телевидению сказали закрывать надо эту лавочку закрыть надо чтобы не возили сюда этих самых импортные сажутся они же болезнями едут сюда это совершенно другой регион там все по-другому там все не так там кто какие могли деревья это житься с этими болезнями пройти адаптацию там уже у нас у них проблема мороз у нас проблема другая полная беззащитность перед импортными болезнями как индейцев истребили миллионами привезя туда им сифилис и холеру так у нас деревья так же вывели отсюда пока только яблони пока только яблони полностью мороз не справился а эти справились это бактериальная зараза и никто не понимает не осознает даже потому что у них совсем другие им это надо рынок завален яблоками все вплоть до этих ананасов и прочих этих всего полно круглый год яблоки грушек а то что 40 обработок отрава у нас сейчас идет истребление народа народ исчезает я не успеваю эти похороны и кругом а онкология как раз кто-то знает что у меня один онкология друг родственник друг родственник это самое похороны 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 а что вот эта вот эта трава что мы едим не влияет на это вроде бы нужны витамины ну нужны витамины на севере в Чукчем когда приезжали белые русские люди через несколько лет возвращались или без зубов или в гробах а точнее их там на месте и хоронили только потому что ели одно мясо и рыбы все больше ничего и вот сейчас да надо детей кормить в садике помню яблочко дают яблочко а с яблоком до импорта и 40 обработок прошло а наши южные наши отечественные яблоки тоже это с 30-40 обработок с южных краев а иначе откуда товарное яблоко возьмется а самим выращивать со всех стоны со всей страны идут землю отбирают налоги повышают старинные сады старинные питомники эти самые еще недавно были известные институты землю отнимают 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 жалите импорт дальше пойдет мат извините позовите нас это на телевидении все расскажем ах ладно проехали